Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Сегодня у нас в гостях совершенно потрясающие гости. Я очень рада ее видеть и приветствовать в нашей студии. Это Анта Айспуте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы согласились прийти, потому что сегодняшняя программа, мне кажется, является той темой, которая вам может быть интересна. Это 10 лет, которые недавно отпраздновал театр на Гертрудес. Мы говорили о нем с Майей Павловой в эфире, прежде чем заявлять эту программу десятилетия. Но сейчас эта программа закончилась. Были обсуждения, были показы разных спектаклей. Уикенд был вообще, я так понимаю, такой праздничный очень в театре. Ну и вы являетесь частью этого театра. Вы являетесь актрисой, которая очень много играла в спектаклях театра на Гертрудес. И вы являетесь еще и членом художественного совета, насколько я знаю. Есть такой там орган в театре, художественный совет. Это правда. И вы являетесь тем человеком, который принимает решение о программе театра. Да. Это такая ответственность для вас. Да. Это, как сказать, я очень рада, что они меня как из ВЛА и АС. Ага, пригласили, да? Да, да, да. Мы будем говорить на русском языке, потому что наше радио русскоязычное для русскоязычной аудитории. Но я хочу обратить внимание, что Анта, она вообще не использует русский язык в своей работе и мало использует, я думаю, в жизни. Но мы постараемся как-то что-то формулировать, чтобы было понятно всем. И если вдруг будут забываться какие-то слова, то мы будем переходить либо на английский, либо на латышский. И будем друг друга поддерживать и помогать. Сначала я расскажу, что я сама видела в эти дни в театре на Гертрудес. Это было суббота и воскресенье, когда я приходила смотреть спектакли и посмотрела то, чего я не видела за прошедшие несколько лет моей жизни в Риге. Я увидела спектакль «Пилигрим», который игрался уже очень давно. Это один из самых первых спектаклей в этом театре. Этот спектакль был поставлен вместе с компанией «Хук Бразерс» и Кристианом Смэдсом. Это финский известный режиссер, который здесь позволил поставить версию своего спектакля. И играли там уже нынешние режиссеры. Те, кто сейчас режиссеры, это Валтер Силис и Карлис Круминдж. Они были когда-то просто участниками спектакля, а теперь они стали большими режиссерами. Анта, с чего ваша жизнь на Гертрудес началась? Может быть, я буду по-английски, да? Давай, хорошо. Ты закончила Культурную академию, и это был первый театр, который тебя позвал работать? Да, Андрейс Яровой, да. Позвал тебя Андрей Яровой. Он звонил меня, и это была Ада, Инга Сгайлес. Это был 2011 год? Я не помню, думаю, что да. Да, премьера 2011 года, я сегодня уточняла. Боже мой, боже мой. И вы играете там с Иверс Крассц, который вообще работает в Новом Рижском театре, да? Да, 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 да. И это очень важно для меня, потому что... Это был успех, да. И... Может быть, после школы я чувствовала немного бояться, где я буду работать, что это будет. И эта письма дала мне мощность, и я начала вернуться в себя. То есть Андрей Яровой тебе, в общем, показал, что ты на самом деле актриса в этом спектакле, да? Да, 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 да. Когда ты была студенткой, конечно, когда заканчиваешь, ты никогда не знаешь, кто ты и что ты. Вот эта тема, которую я как раз хотела сказать, и вот ты мне скажи, права я или нет. Ведь театр Неггер Трудес, он дает многим молодым возможность реализации. Да, это правда. То, что невозможно сделать в каких-то государственных театрах, куда ты приходишь в труппу и ждешь, когда на себя обратит внимание режиссер. Да. А в театр Неггер Трудес ты можешь прийти со своей идеей, сказать, вот я знаю, что я хочу, я знаю, как в этом играть, у меня есть команда, и мы будем играть здесь спектакль. И самое важное, что они очень прийти, и они очень помогают мне очень много, реально. И если что-то случилось, я могу решить, что работа я беру или нет, я всегда говорю с ними, и они всегда помогают мне. Ну, то есть эта команда Неггер Трудес, она помогает не только, ну, помогла не только тебе, я так понимаю, что это отношение к любому, кто приходит к ним на площадку. Это поддержка, это ответы на вопросы всегда, это помощь в организации, это такое направление тебя, если ты сомневаешься, тебе показывают правильный путь, и вы вместе его находите. А теперь ты являешься тем самым человеком, к которому приходят молодые, и говорят, мы хотим тут играть, и рассказывают, да, а как это происходит? Вот приходят компании и говорят, мы хотим играть в вашем театре. Многие, в основном, мы не видим их, я просто приходим, и мы находим эти встречи, и мы просто смотрим на эти люди, которые хотят работать здесь, которые хотят сделать какие-то кусочки, и мы решим, да, или нет. Маленькая площадка, маленькие возможности на самом деле, потому что, как я понимаю, площадка на Герд Рудес, она выступает в том числе. Она выступает еще как ко-продюсер этих проектов, неся ответственность за государственные гранты, которые выдаются этим компаниям на постановку. И в этом году, особенно, Владислав Наставшев, Элмар Сенкос, и много больших стартов, которые уже производят свои работы. Программа настолько насыщенная будет в этом году с участием известных режиссеров, я так понимаю, да, что очень сложно в эту программу еще что-то дополнительно поставить, потому что есть Влад Наставшев, который будет ставить спектакль. И Стелла Марсиньков, который с выпуском вот новым, да, из Академии. Мы пришли, да, со спектаклем «Война еще не началась». Да, и еще там будет премьера. Премьера, да, сейчас вот будет, которую вы нам утвердили с май спектакля «Комедия положений». Да, очень жду, очень ждешь, очень приятно. В это воскресенье будет премьера в театре, где я выступаю сопродюсером спектакля, и будет русский режиссер Всеволт-Лисовский ставить спектакль с двумя актрисами, с Эйнарой Слуцко и с Яной Яцука. Это будет спектакль без слов. Да, это будет очень интересно. Микрофон. Очень интересно это будет, да. Скажи мне, пожалуйста, ты же работаешь во всех театрах как приглашенная актриса. Да, фрилансер. Ты не имеешь постоянных контрактов. И это дает тебе ощущение свободы и независимости. Да, конечно. Ты такая бриве. Бриве, бриве. Персон, да? Я. Ты свободная персона, да? Поэтому ты сегодня в таком платье у нас. Да, конечно, почему нет? Дикарка. Да. И ты выбираешь сама, где в каком театре играть, где себя больше реализовывать. А сколько у тебя было спектаклей на Герд Рудес? Там, где, в общем, нельзя сказать, что много денег, нельзя сказать, что были какие-то комфортные условия, гримерки, костюмеры. Этого же всего нет, что есть в больших театрах, да, что помогает актерам работать. Что такого замечательного в работе на независимой площадке? Но, знаете, иногда, в этих маленьких театрах, иногда, денег, это лучшее. И, конечно, в том, что вы чувствуете, как вы чувствуете здесь. Потому что в больших театрах, они как большие машины, они просто работают, 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 работают. И вы, может быть, иногда, не чувствуете здесь важным или безопасным, но здесь есть люди, которые хотят делать этот работ. И это очень важно. И все они хотят. Актеры, продюсеры, директоры. Техники, которые работают в театре, да. То есть мы говорим о том, что если ты себя ощущаешь в большом театре просто маленьким винтиком большого механизма, то вот в театре независимом ты точно знаешь, зачем ты там, что ты хочешь сказать. И вся команда, которая с тобой работает, она тоже вся направлена на это. Поэтому твое ощущение собственного значения, оно меняется очень сильно в таком театре, да. Сейчас мы, знаешь, кого послушаем? У меня есть запись Яны Лисовой, которая тоже работает в театре на Гертрудес, которая тоже выбрала независимость. И она говорит о том, зачем ей это надо. Можно нам включить Яну? Спасибо. Я могу признаться, что до этого, как я играла в Гертрудес театре, я ни один спектакль не видела. Как-то вот так получилось. Я просто знала, что это классное место. И я знала, что это атмосфера и все, что здесь происходит, это очень интересно. Но я не знаю, я даже не знаю, почему так. Но когда я сюда пришла, тогда я почувствовала, что я не ошибалась. Это точно то место, которое для таких людей, как я. И для меня это тоже праздник, потому что в общей сложности я участвовала в четырех, мне кажется, спектаклях здесь. Два спектакля идут все еще в репертуаре. Для меня это тоже большой праздник. Это определенный отрезок моей жизни, когда я только что закончила Академию культуры. И была просто я готова на все. Разрывайте меня, берите меня. И вот тут совместить вот эту свободу, драйв и азарт. Именно тут это удалось. И да, для меня это тоже праздник. И праздник именно как актриса я тут росла, очень росла. Именно тут. А какие спектакли? Первый спектакль у меня тут был «Черная сперма». Влада наставшего. Влада наставшего «Черная сперма». Потом следовал спектакль «Мартинч Эйхэ. День рождения Тани». Потом тут же был Андрис Каунозуус и «Позавчера всегда». И последний был Элина Царпа, режиссер документальный спектакль «Фотосалон Багдад». В общей сложности. Достаточно разные спектакли, да. Ну и для тебя это тоже возможность такая была попробовать себя в чём-то другом. И не только в смысле текстов, я так понимаю, потому что современная драматургия здесь. Но и в смысле отношений между актёром и режиссёром. Потому что собираются команды для конкретного спектакля. Вы друг другом не сидите в одной гримёрке в течение года, в течение сезона. И это другие отношения. Вот что эти другие отношения дают тебе как актрисе? Эти другие отношения, во-первых, ты понимаешь, насколько важно просто человечески уважать друг друга. И это нормально, что актёр не где-то там под сценой режиссёр-бог, который тебе говорит, что тебе делать. А это нормально, когда люди вместе равносильно предлагают, ошибаются. И одна и другая сторона ошибается. Это всё просто прекрасный, гуманный акт. Акцесс, да, творчество прекрасного. Да, да. Ну хорошо, а какие спектакли ты сама любишь здесь, в которых ты не задействована? Ну где бы ты хотела, например, играть, но не играешь? Есть такое? Мне очень-очень нравится спектакль «Легионеры». Валтер Сейл спектакль «Легионеры» очень нравится. Ада, Ингес Гайлес Ада тоже нравится. Мне кажется, именно в этом театре каждый занимает своё место, и ты просто с радостью наблюдаешь. Да, вот этот человек, именно его пригласили именно на этот спектакль, и не то, что там, не знаю, как может быть в больших театрах. Ну, кто опять будет играть? Ну, этот. А тут прям всё подобрано как к единицам. Мне нравится участвовать в этом спектакле, в спектаклях такого рода, потому что я себя не чувствую там как актриса, а чувствую себя как мне не надо играть, а максимально быть здесь и сейчас мыслящим человеком. Какое-то своё мнение, у меня есть позиция о чём-то, что мне не надо именно вот в эту секунду каждый раз повторять там такую-такую эмоцию и быть не собой. Вот это мне больше всего нравится в документальных именно спектаклях. И здесь публика расположена, я так понимаю, да? Она открыта к таким спектаклям. Она не видит в них ничего особенного, необычного. Она уже привыкла за 10 лет, воспитана. Уже новое поколение приходит, наверное, сюда смотреть вас. Да, у театра на улице Гертрудес есть своя публика. Это, конечно, радует и приходит всё новое и новое. Мы это видим по лицам и по удивлённым выражениям лица. Например, когда они приходят на тот же день рождения Таню, о, там стол, о, как театр может быть за столом. И разные бывают, которые встают и уходят не только из день рождения Тани, из других спектаклей. Это тоже реакция, это тоже приятно в каком-то смысле. Ага, значит, заделать человека. И да, есть своя публика, но приходит всё новое и новое тоже, новые люди. Ну, я хочу сказать о том, что для меня это место стало когда-то открытием. Меня в него позвал Влад Наставшев как раз на свой спектакль. И я начала туда ходить. Для меня было очень сложно, как для человека, не знающего латышеского языка. Сначала, а потом я втянулась, и я поняла, что даже само звучание, вот как мне понравился спектакль «Ада», он такой поэтичный, он такой, в нём такой особенный латышеский язык для меня. Он звучит иначе, чем, ну, там, когда я слушаю, например, радио или голоса на улице слышу. В вашем спектакле «Ада» латышеский язык становится каким-то удивительно, мелодично, не знаю, он какой-то другой, мне кажется, так. Как вы его делали? Вот ты играешь там уже восемь лет в этом спектакле, да, и вы до сих пор играете. Это довольно долгая жизнь для спектакля. Да, это очень долго. Я хочу сказать, что Инга Гайле очень талантливая женщина. И, в первую очередь, я хочу поблагодарить ее за эту письку, потому что это не очень часто, когда вы можете работать с письками вот этой письки, в нашу личную языку, это действительно красиво и хорошо написано, и вы понимаете все, что вы говорите. И это очень важно. И это первое, и второе, что мы работали много с Иварс Крастцем и Андрей Яровойцем, с музыкой, с тем, как это звучит, с тем, что мы хотели говорить с этим. Андрей, он реально знал, что он хотел сказать. Так что это было уже легко для нас. Я сейчас немножко по-русски скажу о том, что ты сказала, что, в первую очередь, конечно, это пьеса Инга Галлы, написанная таким белым стихом, как я понимаю. Где-то что-то рифмуется, а где-то просто звучит таким длинным стихом. И это история про двух людей, про молодых мужчину и женщину. И они своей жизнью проходят тот путь, который как будто бы библейский сюжет про Адама и Еву с возвращениями, с изгнаниями, с расхождениями и с невозможностью жить друг без друга. И вы сочиняли этот спектакль все вместе. Ты как актриса, Иварс как актер. Всему этому дал очень правильное направление режиссер Андрей Яровой, который все это придумал, я так понимаю, изначально. И он очень четко понимал, что он хотел сказать этим спектаклям. И я думаю, что именно поэтому спектакль так долго живет. Да, и есть еще одна вещь, что это история про нас, что действительно происходит. Это же история про нас, с фильмом «Блакус», где я с Арисом Матасовичем. Это кино, которое сейчас было, да? Да, да. Это про нас, что происходит с нами, с нашими отношениями, с тем, что мы хотим, с тем, что мы думаем, с тем, что мы мечтаем. Я думаю, это почему это так успешно, потому что, я думаю, мы действительно miss в латвийском театре и кино историю про нас сегодняшний день. Что мы думаем о мире? Ну, это вот как было в свое время много, как история любви в американском кинематографе, да? Как роман «Совлюбленных» в Советском Союзе, которые сыграли когда-то фильм, как, я не знаю, очень много пьес на двоих, там, двойных качелей, да? То есть каждый период времени театр и искусство создают историю о тех двоих, собственно, которые являются представителями поколения, а вы растете вместе с этим спектаклем, он меняется, вы становитесь взрослее, но он все равно так же актуален для вас, как и был. И я вот всем рекомендую пойти и посмотреть, потому что даже если вы, может быть, не поймете все дословно, я вас уверяю, что и мелодичность, и построение этого спектакля, и работа актеров, да? И все, что там есть, это действительно большая история любви, а это всегда очень важно для людей. А в конце мы послушаем еще, что расскажет Валтерс Силис о своей работе в театре на Дертруде, с чего он начал, и почему этот театр тоже для него очень важен. Слушайте программу «Без антракта». Спасибо большое, Ант. Спасибо. И слушаем Валтерса. Это почти моя вся профессиональная жизнь, потому что я начал работать в 28-м году, и тогда я начал с ДТД, и здесь моя первая работа была как актером, и я сделал этот пилигрим, который был здесь, и после 10 лет мы сделали новую версию. Для меня это место, где я сделал один из моих, ну, как сказать, самых важных работах. Легенеры дали мне очень много возможностей. Это было как-то... Я как-то чувствовал, что Майя, которая есть продюсер в этом театре, могла бы сделать этот проект, где надо не только латышских, но тоже других партнеров, чтобы сделать такой проект, где был бы один латвийский, один финский актер. Это был такой успех, который, да, каждый день происходит. И это... тогда я могу сказать большое спасибо за это. Может быть, поэтому, даже когда не было самые, ну, как сказать, легкие года в моей работе, это дал еще и еще шанс. Этот театр для меня есть такое... Ну, да, это очень важная часть моей жизни. И потому я, когда спросили, хотел я бы сделать этот спектакль, который был в первом сезоне... Или в Рим, да? Да. В этот театр я бы... Я долго не думал. Я сказал, да, делаем. Да, я... Не очень большая часть в моей жизни есть национальный театр, где я режиссер. И тогда другая часть, да, есть эти независимые театры. Я... Мне очень важно, что я... Мне оба ноги стоят на других местах. Я без этого не могу как-то жить, да. И эти актеры, с которыми я работал здесь, это... Да, это просто другая семья, с которой мы сделаем новые и новые вещи. я хочу сказать спасибо всем, кто рассказал мне в этом эфире про театр на Гертрудос, потому что не всегда это было просто. И я очень благодарна, что ребята говорят на русском языке. Пусть немножко, но говорят. Потому что мне кажется, что самое главное, чтобы русскоязычная аудитория наконец знала о том, чем живет молодое поколение латышей в театре. и не боялись ходить смотреть ваши спектакли, потому что язык это не только слова, язык это еще и чувства, эмоции, все то, что мы получаем в театре. Правда? Да. Спасибо. Спасибо вам.